Завершается праздник Суккот. Завершается приносить свои дары в Иерусалим и славить Господа. И так оно и будет, потому что это написано в наших священных писаниях. И сегодня у нас праздник Шмини Ацерет, это восьмой день праздника Суккота. Это когда день остановки для еврейского народа был. Бог сказал, а теперь вы отдохните, в семь дней вы приносили жертвы за всех народы мира. А теперь для вас день отдыха, такое как бы продолжение еще. И в эту неделю приносили разные приношения, приносились 70 быков нужно было принести за все народы. Ну и сегодня приносился один бык, так как он по уменьшению шло, с большого количества до единицы. И сегодня у нас называется день Симхат Тора. Еще у нас такой, как совпадает праздник. Симхат Тора это вот то, что мы сегодня сделали. Это конец чтения, ежегодного чтения Торы. И мы заканчиваем сегодня последнюю главу. И начинаем читать заново новую главу, входим в новый цикл чтения Торы. И сегодня у нас последняя глава, она называется Везот Абраха. Там получается конец Пятикнижия Моисеева, две главы и начало бытия, полторы главы. Что в кратком содержании, вот мы вспомним, что было. В конце Моисей подводит всех евреев к Святой Земле. И сам он не может туда войти, потому что он, если помним мы, Бог ему не разрешает это сделать. И он говорит, благослови израильский народ. Моисей благословляет израильский народ. Там, в этих главах, он говорит, кто чем будет заниматься, кто будет какие благословения иметь. И после этого он отходит к Всевышнему. И начинается бытие. Все мы знаем, что было. Первый день, второй день, третий день. Бог творения Господни. Бог творит все новое. И также в этом чтении у нас есть Гафтара. Иисус Навин из пророков. Это там, где Иисус Навин. Он подходит. Это вот как раз то место описывается. Как он собирает народ на войну. Он говорит, будем сейчас идти и выдвигаться, чтобы все были мужественными и не боялись. И также у нас есть еще в этой недельной чтении параллельное место Писания из Откровения. Из Бритхадаша, из Нового Завета. У нас есть из Откровения то место, где описывается Новый Иерусалим. Иоанн видит видение такое, что к нему являются ангелы. Говорит, пойдем со мной, я тебе покажу невесту Господнюю. И он показывает. Очень интересный момент, что он говорит, я покажу тебе невесту Бога, невесту Ангелца. Он говорит, покажу тебе. И он показывает Новый Иерусалим. То есть, интересное понимание, что Новый Иерусалим это как невеста Ангелца. Но в этом надо больше разбираться, смотреть, читать. Факт в том, что Иоанн видит, мы проводим, можно провести такие параллели. То есть, у нас заканчивается недельная глава на том, что Маше показывает детям Израиля землю, подводит их к земле обетованной. И также в Новом Завете у нас Иоанну показывается Новый Иерусалим. Тоже такая параллель получается. И тогда в Израиль вошли только евреи. И Израиль был только для еврейского народа. Ну, могли, конечно, присоединиться, кто захочет. Но в основном это была миссия для израильского народа. И в будущем, если мы смотрим в это пророчество Иоанна, то мы понимаем, что в Новый Иерусалим могут войти все народы. То есть, там, получается, когда описывается Новый Иерусалим, можно прочитать сейчас. Давайте посмотрим, пожалуйста, как он описывается. Откровение 21, с 10 по 14 стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». То есть, из этого мы понимаем, да, что, там, теория замещения, она здесь, как бы, не актуальна, она здесь не работает, потому что в Новом Иерусалиме израильские племена, они есть. И они написаны на воротах этого Нового Иерусалима. И с востока Троеворот, с севера Троеворот, с юга Троеворот и с запада Троеворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. И на основаниях города написаны имена апостолов. То есть, здесь, а через апостолов, получается, к Богу пришли все другие народы, язычники. То есть, такое соединение, получается, в Новом Царстве, которое будет в будущем. Все, кто верит Иешуа, принимают его жертву, может войти в этот Новый Иерусалим. И таким образом, завершая годовой цикл, мы, как бы, входим в круговорот Торы. Круговорот Торы, это я, ну, так у меня так назвал, это, то есть, мы начинаем заново, и мы, как бы, заново входим в Эдемский сад. Люди всегда ищут, вот себе, все люди на подсознании хотят вернуться в хорошую жизнь, в прекрасную. Эта жизнь, она, люди могут вернуться в Эдемский сад только благодаря Торе. И если мы читаем Тору, то мы исполняем заповеди Бога, мы приближаемся к нему, мы освящаемся, и мы таким образом принимаем жертву Иешуа. Мы принимаем, если мы все правильно делаем. И таким образом для нас открывается заново Эдемский сад. И Тора является воротами обратно в Эдемский сад. То есть, люди согрешили, мы изначально все отделены от Бога, и мы потеряли вот эту возможность быть в Эдемском саду. Но Бог дает нам выход, и этот выбор, он свободный. Каждый может либо войти в него, либо не войти. И Бог не заставляет кого-то. Но Он предупреждает, что если нет, если мы не хотим ходить, то Он предупреждает, что может быть потом плохого с человеком. Он говорит, выбери жизнь. Так же, как в Эдемском саду Бог поставил древо познания, когда оно там стояло, то есть Бог не оградил его каким-то большим забором, Он не сказал, то есть не закрыл доступ к этому дереву. Так же и сейчас у нас есть доступ к Торе, для того, чтобы вернуться обратно. В итоге, мы сказать хочу, что Суккот объединяет все народы, и в эти дни для поклонения люди придут в Новый Иерусалим. Как тогда Маше привел народ в Израиль, так и сегодня Ишуа приводит нас в Новый Иерусалим. В нем соединяются евреи и другие народы и входят в Новый Эдемский сад, и каждый год мы начинаем заново об этом вспоминать, и до того времени, пока это не произойдет в реальности. И мы молимся о том, чтобы это произошло, и молимся о мире в Иерусалиме и в Украине. Во имя Ишуа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok